В эфире Большие Вести, мы продолжаем выпуск. Шокирующая история на Кубани. В цирке Шапито львица набросилась на четырёхлетнюю девочку. У ребёнка рваные раны руки, шеи и лица. Директор цирка задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. В причинах трагедии разбирался Александр Руденко. Кэти, да, Кэти. И тем более она переживает, она всё же понимает. Та самая львица по кличке Кэти мечется по клетке, нервничает, как и все, кто имеет отношение к передвижному цирку. Настоящая трагедия развернулась в момент представления. Вот дрессировщик выводит молодую львицу. Где-то вдалеке, четырёхлетнюю девочку, мама сажает прямо на борт манежа, спиной к животному. Львица реагирует мгновенно. Девочка за секунду оказывается в центре манежа. В зрительном зале паника. На манеже, где и произошла трагедия, сейчас пусто. Нет в зрительном зале ни людей, ни артистов. Лишь некоторые атрибуты, которые были использованы в ходе представления. И те самые арматуры, с помощью которых работники цирка пытались отогнать разъярённую львицу от ребёнка. Артур и Александр в этом цирке работают уже несколько лет. Уверяют, что отогнать львицу от малышки удалось быстро. Секунд за десять. Хищник увидел, дёрнулся, лапой порвало и затащило ребёнка. Порвало сетку. Да, что-то сетка-то так была. Она тросовая. Девочку прооперировали в тот же вечер. Рваные раны лица, шеи, ключицы. Сейчас она вместе с родителями в краевой детской больнице в Краснодаре. В Шапито считают, что травмы у ребёнка не от укусов. Когда ребёнка затаскивал уже через эту дырку, да, вот ребёнок вот тут и поранился. Челюсть, царапины. Какой должна быть ограждающая сетка, показывает один из самых известных российских дрессировщиков. Артур Багдасаров. Мелкая, прочная, пять метров в высоту. В госцирках перед выступлениями всю конструкцию проверяет инспектор по безопасности. В Шапито подобного правила нет. Я думаю, что контроль должен быть вообще в принципе, по-любому, потому что это массовое скопление людей. Нападение львицы, считает Багдасаров, спровоцировало поведение людей. У хищника сработал рефлекс. Ребёнок лёгкая добыча. Спиной, близко, в яркой куртке. Тем более львов, тигров, медведей перед выступлением чаще всего не кормят. Так или иначе, очевидно, что меры безопасности соблюдены не были. Следователям изъяты все имеющиеся бумаги, которые будут изучены на предмет наличия мужчины, всех необходимых документов для осуществления данного вида деятельности. Купание крокодила в Анапе, прогулки тигров на пляжах в Находке или Сочи, дефиле медведя в центре Хабаровска. Всё это тоже не самый безопасный способ рекламы бродячих цирков. Централизованную работу Шапито в России сейчас фактически никто не контролирует. Росгосцирк после происшествия в Усфенском уже отреагировал. Я попросил обратить внимание на то, чтобы этот вид деятельности, который сегодня находится в частном секторе, был подвергнут лицензированию. Кто давал разрешение на работу цирка Мондиаль на Кубани, выяснить теперь сложно. В краевом Минкульте уверяют, что им заявок на размещение Шапито не поступало. А в самом Успенском и вовсе ссылаются на отсутствие руководства. К сожалению, сейчас наш руководитель отсутствует. Она с сегодняшнего дня на больничном. Цирк Шапито, развернувшийся в самом центре села Успенского, сейчас закрыт. Здесь объявлен 10-дневный карантин. Все счета арестованы. Платить зарплаты сотрудникам не на что. Это запасы, которыми кормят животных, сейчас на исходе. Сам директор, он же дрессировщик цирка, задержан. Александр Руденко, Борис Трусков, Михаил Киртокий, Борис Сальников. Вести.